Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили. И сегодня я снимаю для вас видео Курочка Лавенги. Это азербайджанский способ приготовления курицы, который часто готовят в Ленкиаране. Кто из Ленкиарани, огромный вам привет! Рецептик такой курицы будет в инфобоксе. Обязательно переходите. Она потрясающе просто пахнет. Здесь у меня, конечно же, на ашарап. Оставила здесь пространство, чтобы вот так вот налить на ашарап и макать сюда и кушать. Снимаю вечером. Почти, наверное, 11 где-то. Нет, полдевятого всего. И давайте поотвечаю на ваши вопросы и покушаем. Самое главное, покушаем. Так. Вот так вот. Посмотрите, какая курица. Обалденная просто. Я вообще люблю курицу. Любую. Жареную, вареную. Люблю салат из курицы. Мимозу. Обожаю мимозу. Вообще, если даже брать говядину и, например, курицу, я предпочитаю кушать курицу. Вообще без мяса никуда. Хоть я люблю животных, не могу отказаться от такого удовольствия. Очень хорошо пропеклась. Она буквально полтора часа была в духовке. Первый вопрос. Я уже прочитала до видео. Не хочу ли я снимать видео с подписчицами? Кроме Айсель. Это мой телефон старый, вибрирует. Он скучает по мне. Так вот. Видео с другими подписчицами я планирую, как только закончится карантин. Я думаю, что много будет совместных видео и с подписчицами, и с Айсель обязательно. Я реально очень рада, что я познакомилась с такой девочкой, как Айсель. Она очень хорошая. Ребята, какая вкусная курица. Особенно я обожаю вот эту кожицу. Как я ее обожаю. Я, видимо, забыла салфетки. Сейчас пойду за салфетками. Я вернулась к вам. Читаю вопросы, которые вы мне задали. Очень много комплиментов, хороших слов. Спасибо вам огромное. Мне очень приятно, на самом деле. В очередной раз я убеждаюсь, как много добрых, хороших людей на земле, которым не жалко и могут написать что-то хорошее. Покажи, Айка, свой маникюр. Девчонки, я сегодня впервые, наверное, за три месяца где-то впервые сломала ногти. Хотя ногти у меня... Хотя ногти у меня совершенно не длинные, короткие. Почему так произошло, я не знаю. Кто не знает, скажу. Ногти я делаю сама, в домашних условиях. И для меня это просто идеальный вариант. Не просто в условиях карантина, а вообще по жизни. Мне очень удобно так. И одно время я даже хотела идти к мастеру, но потом я подумала, что это трата времени. Опять же, лишние финансы. То есть, я могу сама это сделать. Зачем отдавать деньги за эту процедуру? В принципе, когда сама делаешь, времени уходит намного больше. Потому что, понятное дело, пока у тебя рука сушится, например, мастер делает тебе вторую руку. А когда ты это делаешь сама, ты вынужден тратить намного больше времени честно, Дина, меня визажист так накрасил. Так накрасил. Это был настолько боевой раскрас. Это было такое скульптурирование, как будто, я не знаю, я на войну иду. И чтобы меня там не узнали. Ну, что-то такое. Не всегда попадаешь именно к хорошим специалистам. Хорошие специалисты берут за свои услуги очень дорого. Очень много. А к каким-то самоучкам идти сейчас не хочется. Я постеснялась что-то сказать. Но мне вообще не понравился макияж. в процессе того, как она делала, я ей говорила, что вы перебарщиваете. Мне не нравятся вот эти вот два леща с каждой стороны коричневого цвета. Это немного не мое. здесь такой, знаете, смешной вопрос. Какое любимое блюдо? Хотя, наверное, все. Да, точно, все. Мне, честно, очень нравятся мои подписчики. Мне кажется, мои подписчики самые добрые подписчики в мире. Потому что мы с вами любим пожрать. Похомячить. Особенно на карантине. Иногда захожу к блогерам. Ну, прям видно, знаете, хороший, добрый человек. И такие комментарии. Я не знаю, вам рассказывала или нет. Зашла к одному блогеру. Она то ли биолог, то ли что-то. В общем, где-то она в Европе живет. И она начала рассказывать о том, что вот этот декоративная косметика, у которой есть сроки годности, который пишут на упаковке. И она начала доказывать это с помощью лупы, ой, извиняюсь, микроскопа. Все это сняла, что действительно у сухих продуктов, таких как румяна, например, срока годности нет. Она прям это доказала, показала. вы бы видели ее комментарии. Это просто один умнее другого. Один грубее второго. Вот. Все свои пять копеек должны вставить. Все должны как-то ее оскорбить, обидеть. А все почему? Потому что человек выразил свое мнение. Люди пишут вот, фу, вот и пользуйся своей этой просроченной декоративкой. А нам зачем советовать такое? Вот хоть убейте, не понимая таких людей, а это горло, мое любимое горло. в общем, люди вовсю сидят ее полоскают. Диванные эти, знаете, критики. То ой, ты биолог, у тебя микроскоп не такой. Не помню, то ли биолог, то ли химик. В общем, она говорила в видео о том, что, то есть, это все обман. То есть, когда на спирте пишут срок хранения, это глупость. То есть, человек зачем об этом рассказывает? Чтобы уведомить тех, кто об этом, например, не знает. А людям, а людям хоть бы что. хранится. Когда я вижу таких людей, у меня прям злость. Я ей тоже пару комментариев написала о том, что не обращайте внимания на хейт. Вы все правильно сказали. то есть, например, парфюмерия. Она не портится при правильном хранении. Она годами не портится. И человек об этом рассказывал. А люди это восприняли так, прям в штыки, как будто все работают в каких-то фармацевтических компаниях. И им важно, чтобы все это дело продавалось. Ребята, я думаю, что это будет даже маловато. Вот такая вот сочная начинка у лиманги. Я ее прям чуть-чуть взяла. Здесь лук и орешки. Обалденное сочетание. Тарелка просто огромная. но мне так нравится дизайн этих тарелок. Как только закончится карантин, пойду и куплю себе красивую посуду. У нас просто все магазины закрыты. Никуда не пойдешь, все подпольно что-то там торгуют, как в 90-х. мне кажется, года три назад, даже где-то года четыре назад, люди не были настолько агрессивно настроены к блогерам. Давным-давно я, наверное, на первом курсе была. Была девочка блогер, у нее был канал Карина Бьюти, нет, Камила Бьюти. сейчас вроде она не снимает, но в общем и у нее были видео про косметику, про какой-то уход и столько было положительных комментариев, а сейчас недавно я зашла к ней ну как недавно где-то, наверное, полгода назад зашла и вижу столько негатива. Вроде то же самое. Снимают про косметику, про какие-то лайфхаки. и все такое. Я призываю всех быть такими же, как мои подписчики. Добрыми, милыми и пожрать, любить. Знаете, что у меня на столе здесь есть? масштаби. В следующий раз, когда буду заказывать роллы, я скажу, чтобы мне васаби не клали. Это просто деньги, выброшенные на ветер. Следующий вопрос. Как ты относишься к чеченцам? Была ли когда-нибудь грозно? Нет, никогда не была. и у меня никогда не было друзей чеченцев, чеченок. Я вообще очень слабо как бы знакома с этой нацией, так можно сказать. Но я заодно у них девушки очень-очень красивые. К сожалению, никогда не была в грозном. Но почему-то про Чечню у меня, знаете, какие впечатления. Может быть, я ошибаюсь, если кто-то из Чечни меня смотрит, поправьте меня в комментариях. Мне почему-то кажется, что они прям вот живут в таких строгих правилах мусульманства и так далее. то есть чтят все традиции, не одевают брюки, шорты. У нас, например, не так. То есть летом вы можете легко встретить на улице человека в шортах в коробке с открытым пупком. И для нас это уже нормально. Но в Чечне, насколько я слышала, насколько я знаю, девушки так не одеваются, большинство народу делает намаз. Огромный привет Чечне. Реально, мне кажется, там девушки самые красивые. Знаете, у них такая необычная красота с сочетанием например, кавказских больших глаз и какого-то красивого цвета. У них бывают такие зеленые, большие глаза. Реально, очень красивые девушки. Я лично не знакома, просто я на фотографиях видела в инстаграме, там, не знаю, в то время контакт был, там были группы посвященные Чечне. Я всегда поражалась, удивлялась красотой девушек именно. Как вкусно, ребята, как вкусно. Прямо это было мало. Итак, следующий вопрос. Твой любимый блогер? Мукбанки. Смотрю, прям, многих, честно, нравится. Вот. А если не только мукбанки, кто мне нравится? я смотрю блогера, у нее 3000 или 4000 подписчиков, и она снимает про косметику. и она старше меня, ей, наверное, лет, может, 40, 35-40 лет. Но мне интересно, как она рассуждает, как она что-то говорит. видит, в общем, очень нравится. почему-то эта тарелка на видео кажется очень маленькой. На самом деле, это очень большая тарелка. Вы просто посмотрите, вот яйцо, и как это яйцо выглядит на этой тарелке. То есть, вот таких вот яичек сколько здесь поместится. Очень большая тарелка, но почему-то на видео меня это бесит. Она выглядит маленькой. В общем, как-то так. Спасибо, что покушали вместе со мной. Было очень-очень вкусно. Рецепт в инфобоксе. Обязательно заглядывайте. Также в инфобоксе ссылка на мой инстаграм. Подписывайтесь, если хотите быть уведомленных о моих новых видео, о чем будет видео. Также, чтобы я отвечала на ваши вопросы, которые я прошу задать в своем инстастори. В общем, на этом все. Всем желаю удачного дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok